Мы с вами находимся на берегу Амурской протоки, в индустриальном районе города Хабаровска. Это выпуск сточных вод от стойника ТЭЦ-1. Уже несколько недель назад поступало обращение в Общероссийский народный фронт о том, что здесь отмечалась пленка радужная, маслянистая на поверхности воды. Сейчас мы увидим, что ситуация гораздо серьезней. Из коллектора поступает в Амурскую протоку жидкость черного цвета. Мы сейчас отберем пробу, но невооруженным глазом видно, что содержание взвешенных веществ в данных сточных водах огромное просто. Мы обратились уже в департамент Росприроднадзора, природоохранную прокуратуру. Сейчас здесь будет работать лаборатория, отбирать пробы, выяснять, что находится в этой воде, в каких концентрациях и какую угрозу окружающей среде может этот выброс нанести. Пробы отобраны сегодня лабораторией МУП города Хабаровска, Водоканал. К сожалению, лаборатории Росприроднадзора сегодня нет. Слати на место происшествия не приехали специалисты. Ну, сослались на какие-то причины. Тут комментировать сложно, будем уже потом выяснять. Представители прокуратуры на месте. Сегодня работают представители администрации города и комитета регионального государственного контроля и лицензирования. Сейчас мы ждем сюда представителей МЧС еще, потому что ситуация здесь сложная. Буквально в нескольких километрах вниз по течению находится водозабор города Хабаровска. Объем, который сбросов происходит, достаточно большой. Мы видим, что интенсивность его не падает уже в течение нескольких часов. Это говорит о том, что вниз по течению Амурской протоки и далее реки Амур сейчас большое количество неизвестных пока веществ сбрасывается. Сейчас попытаемся найти источник этого сброса. Это отстойники нефтеловушки ТЭЦ-1. Попытаемся сейчас с прокуратурой зайти на этот объект и посмотреть, что там происходит. Мы с вами находимся на отстойнике ТЭЦ-1. Это нефтеловушки. Мы видим, что здесь вот такими примитивными способами осуществляется очистка сточных вод. В настоящий момент лаборатории здесь будут подобраны также образцы вот этих сточных вод. Здесь сегодня работают и представители прокуратуры, Росприроднадзора. Мы постараемся выявить, откуда все-таки попадает в Амур вот это загрязнение. Но, судя по тем кадрам, которые мы здесь увидели, действительно проблемы есть. Предприятию нужно... В настоящее время проводится проверка в отношении ТЭЦ-1 по соблюдению требований водоохранного законодательства. Находимся мы с вами в местном нефтеловушке, так называемом, куда сбрасываются источные воды с предприятия. Проверка проводится с привлечением специалистов, соответствующих лабораторий. Будут проведены анализы, по результатам которых будет уже определено, есть нарушения в действиях организации, либо нет. И рассмотрен вопрос, и решен вопрос о принятии мер.